Приветствую! Вчера на сайте Верховной Рады появился законопроект 10.449, который пришел на смену законопроекту 10.378. Если вы помните, это тот самый законопроект о мобилизации, который не понравился всем, против которого выступала Тимошенко, Порошенко, выступали их фракции, выступали отдельные депутаты, уполномоченный по правам человека выступил против. И все они говорили, по сути, одно и то же, по их мнению, тот законопроект нарушал Конституцию Украины и не мог быть принят. И мы очень радовались, когда эти депутаты, скажем так, победили, да, и законопроект был отозван. Но прошло не так много времени, и Кабинет министров Украины подает новый законопроект, касающийся изменения законодательства о мобилизации. И там все прекрасно, там просто все прекрасно. И вот с одной из таких прекрасных норм, а точнее говоря, с несколькими мы сейчас познакомимся, но основное, о чем мы будем говорить, это о новой обязанности, об обязанности каждого мужчины явиться в ТЦК и ЕСП в случае принятия этого законопроекта. Мы сейчас с вами посмотрим сравнительную таблицу, и я вам покажу, где что написано, да, чтобы вы могли там подробнее, кто захочет самостоятельно изучить это. И расскажу не только о том, как нужно будет реализовать вот эту обязанность явиться в ТЦК и ЕСП, но и какие будут последствия за невыполнение этой обязанности. А они, уверяю вас, будут очень интересными. Сейчас на ваших экранах поревняльна таблица к этому законопроекту, ссылочку на нее я оставлю, естественно, в описании. И вот здесь мы будем смотреть с вами сначала статью 22. Это статья 22 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. В нее вносятся изменения. Первое, на что мы обратим внимание, это вот такая обязанность. Региструваты электронный кабинет призывника висково-зобовязанного резервиста. То есть каждый из нас будет обязан зарегистрировать электронный кабинет. Все разговоры о том, что не будет электронных повесток и так далее, они разбиваются, по сути, об эту норму. Поскольку вот здесь четко написано «зарегистрируй», а дальше мы еще увидим, что туда, в этот электронный кабинет, будет приходить повестка. Итак, идем дальше. Что еще здесь есть интересного в контексте обязанностей явиться в ТЦК и ИСП? Вот третья часть этой статьи. Это, как мы видим, 34-я страница сравнительной таблицы, чтобы вы могли найти. И вот здесь даже листаем дальше. Нам интересно даже 35-я страница. Мы же не будем все читать. Мы будем читать сейчас самое интересное. Инши висково-зобовязані протягом 60 дней с датой початку проведения мобилизації зобовязані уточнити свои облаковые данные через Центр надания административных послуг або электронный кабинет призывника висково-зобовязанного резервиста або утериториальному центре комплектування та социальная підтримка за місцем свого перебування або знаходження. Итак, что мы здесь видим? Мы здесь видим обязанность каждого мужчины уточнить данные. Да, вот они говорят о уточнении данных. Но эти данные мы можем уточнить тремя способами. Первый способ – это электронный кабинет. Второй способ – это снаб. И третий способ – это явиться в ТЦК ЕСП. Что здесь важно? Почему я назвал так видео? Почему я говорю, что каждому придется явиться в ТЦК ЕСП? Ну, во-первых, реестр, как мы знаем, до сих пор не работает. И если этот законопроект примут, то что? Где вы будете регистрировать свой электронный кабинет? Чтобы обновить свои данные и чтобы не ходить в ТЦК ЕСП. А неизвестно, негде нам регистрировать никто, пока нам еще не предоставил работающего реестра с работающим интерфейсом. И, соответственно, что? Скорее всего, этот вариант вообще не будет рассматриваться. Второй вариант, о котором они говорят – это центры на доня административных послуг. Вот они говорят, что центры на доня административных послуг. Ну, во-первых, на сегодняшний день центры на доня административных послуг не являются органами, которые могут уточнять данные. То есть для этого нужно изменить еще другое законодательство. Нужно будет изменить там и постановы и так далее. Далее нужно будет обучить персонал этих ЦНАПов, чтобы они могли вообще понимали, что делать. Им нужно дать доступ к реестрам, соответственно. А для этого снова нужно изменить их статус. И в итоге мы приходим к тому, что 60 дней. У нас 60 дней. Успеют сделать? Нет. И единственное, что нам останется – это явиться в ТЦК и ЭСП для обновления своих данных. Но, конечно, кто-то из вас может сказать – ну и что? Что здесь такого? Ну, я не явлюсь. Т-повестки получал, я не буду являться. И вот здесь мы переходим к следующему моменту. А какие же последствия не явки в ТЦК и ЭСП? Если быть точнее, какие последствия не обновления данных? То есть если никаким образом человек в течение 60 дней не обновит свои данные. А последствия следующие. Смотрим мы сейчас другую страницу. И, кстати, да, перед тем, как мы перейдем смотреть, конечно же, у вас вопрос есть, откуда пойдет отчет вот этих 60 дней. 60 дней начнут отчитываться с даты на броня чинности этим законом. Об этом, кстати, сказано в переходных положениях этого законопроекта. Ну, а теперь переходим на страницу 48. На странице 48 этой сравнительной таблицы у нас есть вот такой раздел. Заходы впливу щодо громадян, які не виконують обов'язки, передбаченные цим законом під час мобилизации. И там есть статья. Заходы впливу. И что в этой статье сказано? В этой статье сказано следующее. В том случае, если человек в течение 60 дней после набраня чинности этим законом не обновил свои данные, ТЦК сообщает об этом полиции, полиция его доставляет в ТЦК и СП, но что будет, если полиция не может его найти? Ну, не знают, где он. То в этом случае, соответственно, будет следующее. ТЦК и СП направляют человеку требования выполнить статью 22 закона о мобилизации, то есть обновить свои данные. При этом, как он будет, ТЦК и СП, как будет направлять эти требования? А давайте посмотрим. Он направит эти требования несколькими путями. Да, они вот здесь указаны. Хотя здесь написано, что является днем вручения требования, но здесь также можно понять, как это требование будет направляться. Смотрите. Днем вручения требования е день вручения вымоги під распыску засобами поштового звезду. То есть по почте отправили, получил, все, молодец. Следующее. День отримания ТЦК и СП поведомления про доставление вымоги до электронного кабинета призывника військовозобовязанного резервиста. То есть просто в электронный кабинет вам отправили это уведомление и все окей. Все, вы получили его. Даже если вы туда не заходили, считается, что вы получили. Идем дальше. День проставления в поштовом поведомлении, відмитки про відмову отримати вымогу, чи відмитки про неможливість вручения вымоги особи з інших причин. Что это значит? Это значит, что если вам принесли уведомление, требование это, а вы отказываетесь его получать, то считается, что вы его получили. Если оказывается, что вы не проживаете по этому адресу, то считается то же, что вы получили. Почему я так решил? А потому что это написано вот здесь. У рази відмовы громадянина отримати вымогу, або у рази неможливости вручения вымоги с подстав передбаченных пунктами 3-4 частины третьей цієї статьи, громадянин вважается поведомленным про вымогу, а вымога вважается врученную. Да, вам это не показалось. То есть вам просто по почте, либо в электронный кабинет отправляют это требование, и не имеет значения, открывали вы электронный кабинет, видели его или нет, получили вы это уведомление или нет. Даже если вы не проживаете по этому адресу, считается, что вы это уведомление получили. Но это еще не самое интересное. Самое интересное начнется после этого. Снова смотрим в сравнительную таблицу законопроекта 10-449. Описание того, что будет происходить, если вы не выполните это требование, начинается вот здесь, на странице 49. У разі, если грамадянин добровольно протягом 10 календарных дней взняв ручення вимоги, не выполнив заявленного у нее обов'язку або не з'явився до відповідного ТЦК та СП за кордонної дипломатичної останови, ТЦК та СП, внимание, звертается до суду в порядку, встановленному законом, счету. Зачем он обращается в суд? Первое. Ограничить возможность выезда из Украины. Вы, конечно, скажете, стоп, ну и так нет возможности выезжать. Это будет дополнительное ограничение, которое будет касаться даже тех, у кого есть сейчас право на выезд. То есть у вас есть инвалидность, но вы не были в ТЦК, все, вы выехать не сможете. Вы хотите выехать как сопровождающий? Только через ТЦК, только через обновление данных. Второе, что они ограничат, временно ограничат право управления транспортными средствами. Все, это не арест транспортного средства, не арест имущества, это ограничение права управления транспортными средствами. Ну и третье, арест, арест на средства и ценности, которые находятся на счетах в банках или в иных финансовых учреждениях. Также на электронные гроши. Обратите внимание, даже на электронные гроши. Что здесь важно понимать? Здесь важно понимать, что вот этот арест, он касается только денежных средств, каких-то других активов, которые находятся на сохранении в банке. Там депозиты могут у вас быть, да. Наверное, даже скорее всего там на кредитной линии будут заблокированы и так далее. И здесь вы можете сказать, слушай, а в чем вообще разница с законопроектом 10.378? А разница в следующем. Там давалось 20 дней на обновление данных, теперь нам дается аж целых 60 дней. Там решение о блокировании счетов, о запрете распоряжения имущества принимал ТЦК и СП, руководитель ТЦК и СП, а в этом законопроекте 10.449 такое решение будет принимать суд. Но и плюс нет такой санкции, как арест недвижимости, ну, либо движевого имущества. Здесь будет только три варианта, три санкции. Запрет на выезд, запрет управления транспортным средством и арест счетов, по сути, да. Условно так можно назвать. Недвижимость арестовывать не будут. И все эти последствия будут за то, что вы не обновили данные в течение 60 дней. Я вам скажу дальше. Кто-то скажет, да ладно, суд, там мы затянем дело и все такое, будем долго это делать. А не получится. Они вносят изменения вот этим же самым законопроектом 10.449, вносятся изменения и в процессуальные кодексы, и они говорят о том, что у суда есть 15 дней на рассмотрение этого дела. И тоже вопрос, конечно, когда пойдет вал таких дел, будет ли успевать суд. Но даже не это самое главное. Самое главное, что эти решения, они подлежат немедленному исполнению. То есть, как только его приняли, все, оно сразу идет в исполнение. И то, что вы будете обжаловать это решение в апелляцию, это не приостанавливает его исполнение, о чем прямо написано в этом законопроекте. Вот такая история, друзья. И, безусловно, можно сказать, что эти изменения, да, ну, вряд ли можно оценить прям позитивно, хотя они по сравнению с законопроектом 10.378, конечно, они выглядят как послаблениями, но сказать, что от этих послаблений кому-то станет легче жить, просто нельзя. Будем посмотреть, теперь вот слово снова за депутатами, за политиками, за уполномоченным по правам человека, за экспертами главного научно-экспертного управления Верховной Рады. Посмотрим, что скажут они об этом законе. Оценят ли его они, как и прошлый, как нарушающий Конституцию или нет. Поживем. Увидим. Я, со своей стороны, обещаю следить за этой ситуацией, информировать вас максимально быстро. Ну и, конечно же, на моем канале будут еще видео с разбором этого законопроекта, но только по другим вопросам. И эти видео будут уже сегодня. Если вы считаете, что это видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал, также приглашаю вас в свой Telegram-канал, ссылочка есть в описании к данному видео. На этом все. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.